всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале напоминаю что в четверг у нас будет с вами прямой эфир анонс я напишу в разделе сообщества на главной страничке моего канала также хочу напомнить что у меня есть кто не в курсе второй канал ссылка на него есть под видео на нем я делаю расклады формате как сегодня карты руки расклады на одну позицию и они короткие то есть они буквально там ну до 10 минут причем расклады на том канале и на этом канале они не дублируются там абсолютно другие темы вот выбирайте себе позицию 1 2 и 3 камешком сегодня я уже камешек и мы сегодня с вами будем смотреть наш любимый скорее всего многими из вас любимый канал потоки либо совет того что нам скажет таро так позиция номер один смотрите буду на классике райдера уэйта смотрим в первую позицию что вам хотят сказать карты какой совет что вам нужно знать прям вот так ну смотрите речь здесь пойдет о стабильности в первую очередь стабильность вторая это скорее всего связано будет с финансами но в первую очередь речь идет здесь о стабильности здесь какие-то страхи переживания идут скорее всего не не переживания а здесь какое-то вы знаете не удовлетворение не удовлетворение вашей жизнью в общем здесь получается так что вы находитесь пока еще в позиции отшельника да то есть позиции отдаления от внешнего мира вы как-то закрываетесь в себе и с другой стороны вот именно вот в этой позиции уединения вы как будто пересматриваете всю свою жизнь здесь не идет переоценка а здесь вы как будто бы оглядываетесь назад и такое чувство знаете не удовлетворение вас вас не удовлетворяет та жизнь та . в которой вы оказались на данный момент та система возможно в той стране в которой вы ждете да вот какие какая-то система какие-то правила в том числе и правила вашей жизни так как вы ее создали вот здесь ощущение того что вам уже не комфортно не уютно вас не устраивает та позиция и вот вам сейчас ничего не нравится да ничего не устраивает вы как будто поглядываетесь назад и понимаете что вот что-то пошло не так вашей жизни то ли не тот путь выбрали то ли не в том направлении двигаетесь то ли не то совершаете вот здесь вот какая-то внутренняя неудовлетворенность но именно масштабного объема да то есть это касается вашей жизни в целом в большем большей степени кто что касается вашей профессиональной сферы и финансов здесь не 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 а личной жизни не семье и даже не а здоровье а вот вообще какой-то знаете вот ваш подход к жизни вы им не удовлетворены что именно вас не удовлетворяет вы не удовлетворены тем выбором которые вы сделали здесь заново идет уже с позиции вашей новой жизни что ли новых взглядов какая-то вот знаете вы как будто вы вышли на новый виток и сверху вниз с горы смотрите к подножью и понимаете что вот ну чё-то я не той тропинкой поднимался да надо было вот как-то по-другому то есть вас не удовлетворяет то тропа которую вы выбрали по которой вы шли то есть то ли надо было быстрее идти то ли здесь вы как будто бы понимаете что нужно было совершить другой выбор нужно было пойти другим путем то есть если бы сейчас можно было отмотать вы как будто бы возможно другую профессию выбрали возможно когда-то пошли бы учиться до учились если такого нет сделали такой более осознанный какой-то выбор но вы на это смотрите сейчас с позиции того что вы уже прожили того опыта который вы получили и поэтому вот эти вот сожаления они не совсем уместны потому что вы стали таким каким вы есть на данный момент благодаря тому опыту который вы прошли и вот если бы вы отматывали назад вы бы не выбрали то что вы хотите сейчас по причине того что у вас не было опыта который вас формировал но с чем связано вот это вот огорчение с какими-то знаете долгими ожиданиями здесь ощущение того что слишком много вкладываете слишком много отдаете то есть такое ощущение что время не развивается быстрее но каст то что касается плодов вашего труда да то есть например слишком долго учились и например если там работаете врачом либо юристом да там по 6 по 7 лет пока учите по карта пройдете ординатуру пока в общем очень много времени занимает такое ощущение что много времени потратили не на что либо на учебу либо там на заканчивание там второго высшего образования а вот на саму суть на само проживание здесь как будто времени нет либо я не знаю кто-то искал партнера досить для себя вот как-то прожигал жизнь очень либо уходил наоборот в одиночестве и вот понимание того что вот мало времени осталось на то что а действительно важно то что необходимо такое чувство что не то чтобы вы прожигали по легкости а как как будто бы вот большая часть вашей жизни примерно две трети вашей жизни оно ушло в никуда и вот это вот сожаление сейчас огорчение что надо было как-то по-другому сделать не почему потому что здесь такое чувство что зрелость есть мудрость есть а сил как таковых нету либо сейчас какой-то этап когда нету сил и вот ощущение что время поджимает а я хочу много еще что сделать а у меня как будто бы времени на этого на это нету о чем здесь речь идет но здесь ощущение какой-то вот знаете эмоционального плана да то есть либо чувство что как-то вот я не служил миру что ли как то нет не отдал то что мог бы когда-то отдать не сделал либо не сделала то что могла бы сделать в полной степени то есть вот ощущение того как-то поставить свои способности возможности на службу во благо миру вот здесь такие какие-то высокие мысли о смысле жизни с одной стороны с другой стороны долгое время как будто бы знаете человек как в книге алхимика да то есть всю жизнь прошел всю жизнь что-то искал и в конечном итоге пришел к пониманию того что то что я еще она есть внутри меня и вот это вот чувство что я очень много времени потратил на этот поиск и в конечном итоге то что мне нужно она есть у меня но я как будто бы сейчас этим пользоваться уже не могу уже поздно вот здесь как какая-то такая энергия идет что еще вам нужно знать по поводу этой ситуации здесь ощущение того что вы вам вот эта вот информация дана чтобы вы сейчас выстроили что-то новое в своей жизни исходя из этого понимания что нужно сделать здесь надо как-то поставить для себя цель здесь вот это вот чувство то что вы нашли сейчас какое-то не знаю видение жизни какое-то свое мировоззрение какие-то свои взгляды здесь вам нужно нацелиться на то чтобы проживать сейчас по полной в данном моменте своей жизни если как будто бы вот живите в счастье в радости в благости сейчас не не тревожить о чем-то не беспокоясь о чем-то то есть поставить себе как будто бы цель перестать тревожиться перестать сомневаться вот у меня такое ощущение здесь по энергии что действительно люди понимают мало времени осталось вот у меня такое чувство что вот я не знаю там как 20 процентов осталось чего-то и я хочу знаете как будто бы все смыслы в жизни они потерялись и остался один единственный что главный смысл жизни это просто жить жить свое удовольствие то есть здесь чувство что я уже не хочу ни к чему стремиться потому что это все бессмысленно это все как-то не знаю не имеет какой-то вот основы здесь открылись глаза на более глубокую суть вашего проживания в плане того что единственный главный смысл в жизни это наслаждаться ею умением как-то знаете вот пропускать через себя включиться на сто процентов в то что вы ощущаете здесь вот как будто бы вот это слово который часто употребляют жить в моменте вы его ощутили на себе то есть здесь не просто красивое словцо а вы осознали в здесь именно осознание вот этого смысла насколько важно просто быть в моменте то есть насколько важно если у кого-то есть внуки просто играть с внуками общаться что-то им рассказывать какие-то знаете вот первый детский шаг запечатлеть первое слово то есть вот какие-то мелочи да насколько они важнее того чтобы к чему-то стремиться и достигать и получать что-то вот здесь какой-то такой философский подход и возможность который вам дается сейчас после вот этого осознание с одной стороны сожаление о короткосрочности жизни а с другой стороны вам как будто бы дали возможность вот именно сейчас начать жить как-то вот по-взрослому по-настоящему мог по мудрости и нацелиться не на то чтобы вот как-то стремиться к чему-то здесь вам дается даются какие-то новые знания жить вот жить по-другому более насыщенной более яркой жизни что ли перестать волноваться бесконечно знаете вот идти туда куда хочется и не думать о том что знаете вот как-то кто-то меня судят либо кто-то что-то скажет либо надо там деньги например на детей или еще что-то вот здесь как будто бы все нужно отложить на второй план что самое главное это вы и ваша жизнь я не знаю что здесь конкретно происходит но вот у меня такое ощущение знаете вот я не случайно сказала про книгу куэлла алхимика о том что вот то что я всю жизнь искала я нашел а сейчас у меня такое знаете вот период открывается насладиться то чем чем что я искал то есть если кто-то например искал любовь здесь ощущение того что вот он нашел и это любовь не обязательно какому-то человеку а вообще понимание именно вот этого вот состояние благости кто-то искал не знаю для себя партнера и вот сейчас такое ощущение что первично этот человек в моей жизни потому что вы зациклились на нем нет а вот знаете такое чувство я хочу насладиться у меня ощущение того что вы как будто бы говорите там но я не знаю сколько мне осталось жить из этом 10 20 сколько лет оставьте меня в покое дайте мне жить так как я хочу и пусть это будет неправильно и пусть это будет ну как говорится не по совести но это будет моя жизнь и вот здесь вот такое знаете расслабление либо здесь ощущение того что человек запарился уже постоянно переживать тревожиться знаете и он себе говорит то что догоняну синим пламенем да да не будет у меня этой квартиры ну и фиг с ней я не буду уже на улице жить вот что-то я придумаю здесь вот какое-то такое знаете чувство я я устал усталость не физическая а моральная как-то у кого-то быть постоянно в рамках ограничениях но здесь скорее всего больше речь идет о достижении то есть люди которые ставили себе цель не знает там карьерный рост либо чего-то добиться там я хочу вот это изучите потом я буду счастливы вдруг вот неожиданно вы понимаете что вот как если бы и кабы это в вашем случае уже не имеет смысла имеет смысл то что есть и вот там где я живу я здесь буду счастлив не важно это там деревня город не важно у вас как будто бы глаза открылись на то что сейчас можно жить по-настоящему да вот новое начинание новые желания какие-то появились вы преисполненные энергии пускай еще не совсем понимаете куда идете но здесь такое чувство что вот как будто бы у вас начали гореть глазки загорелись вот я хочу я хочу это попробовать и пускай это будет ошибкой но вот это вот как знаете на такое чувство как как будто бы кто-то вынес приговор что вот вам осталось мало жить и вот ощущение того что я хочу успеть за этот короткий период прошли то что вот как будто бы всю жизнь не жил и вот здесь ощущение этого я не говорю что он мало стало жить потому что я не знаю я не богу но вот это вот ощущение того что я хочу сейчас пожить и вот разрешение себе это сделать она как-то узнаете внутри вас расслабляет расслабляет ваши мышцы расслабляет ваше тело и вот появляется некая такая гибкость и вы начинаете получать удовольствие от самого себя то есть вы уже как будто бы перестали ныть перестали сетовать на трудности сложности на какой-то недостаток здесь из на здесь вот какое-то такое знаете мудрый взгляд человека с горящими блестящими огнями глазами и наслаждением удовольствием от жизни эти как как человек который я не знаю долго время сидел в тюрьме вышел и вот вот это вот ощущение что что я теперь свободно я могу выйти куда хочу когда хочу и меня никто не ограничивает и вот и такое ощущение что я не могу насладиться этим то есть мне не то что не получается вот как бы так сказать насытиться вот я не могу насытиться этим да как стране который хочет пить и вот он пьет 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 и никак не может утолить свою жажду вот здесь ваша жажда жизни идет да вы выходите своей четверки мечей где долгое время чего не происходило и идете как раз таки в короля жезла в будущее в огненности в желании и жажду жизни вот здесь речь идет об этом что вам нужно знать все таки расклад совет таро какой совет таро учитесь учитесь взаимодействовать с миром до учитесь понимать вот энергию мира основана на дуальности на полярности вот прям знаете здесь взаимобед он не не в плане того сколько я тебе дал и сколько я получил а в плане вот именно внутренних ощущений что вот сейчас я поговорю с человеком и я чувствую какую-то слабость опустошенность значит я отдал больше следующий раз когда я буду разговаривать с этим человеком я буду обращать внимание на свое состояние и как только я почувствую что мои ресурсы будут утекают я прекращу этот разговор то здесь вот как-то по другому более мудро вы будете взаимодействовать с миром с людьми и самим собой в первую очередь здесь уроки вы проходили такие ну очень болезненные кризисные и вы осознали вот это вот ваше ощущение состояния но связано с тем что вы осознали что есть вот это вот справедливость что жизнь по сути справедливость плавнее выравнивание да то есть вот этот вот баланс так или иначе не получается держать потому что в мире дуальности мы все равно скатываемся то к одной полярности только другой потому что у нас есть движение если бы не было движения да тогда бы это была стабильность а стабильность это всегда дисгармония и она приводит к болезни только движение и вот здесь знаете как как уж как рыба воде так плавает вот она движется вперед но при этом вот ее такой зигзагообразное движение да она все равно отклоняется то влево то вправо но при этом она продвигается вот здесь вот какое-то такое понимание движение энергии к вам пришло здесь абсолютно друг сменилась энергии ваши взгляды что-то вам здесь открылось такое что-то вы осознание поняли что теперь у вас появилось желание жить именно по другому и совет вам как раз таки вот живите да то есть смотрите на жизнь не однобоко а по аркану справедливости многогранно прислушивайтесь присматривайтесь приглядывайтесь старайтесь не оценивать вещи а вот просто знаете любоваться любоваться многогранностью до разными мнениями разными высказываниями разнообразием мира животных ситуацией которые возможно в жизни просто любоваться и наслаждаться этим без какой-либо оценки есть какая-то такая мудрая позиция вышла так единички соберу карты не буду я их снова колоду уложить пишите что у вас там происходит мы с вами переходим к позиции номер два красному камешку совет вам двойки какой совет нам дает таро королева жезлов что по поводу королева жезлов тройка мечей так здесь у вас идут какие-то переживания волнения связанные с конфликтом возможно ссорами возможно пришла какая-то информация не очень приятная должны то что неприятная но болезненная она как-то имеет отношение то ли здесь и как-то связано с каким-то человеком до по императору то есть возможно это может быть мужчина какая-то информация принятое решение либо это как-то может быть связано с профессиональной сферы в таком случае здесь император выпадает как владелец той работы того бизнеса в котором вы находитесь либо здесь информация может касаться каких-то ограничений то есть возможно вы что-то хотели и но внезапно появилось что-то что вас ограничило ограничила в вашем каком-то желании да то есть возможно какая-то ответственность появилась возможно как какое-то обязательство ли обязанности до которые не дают вам двигаться дальше более спокойно что ли с удовольствием то здесь есть в ситуации какое-то разочарование по поводу возможно дороге может быть вы хотели куда-то поехать до отдохнуть и получилось так что вас не отпускают с работы такой вариант тоже может быть то есть здесь такое ощущение что вы как-то нежданно негаданно что-то случилось в вашей жизни не совсем предсказуемо и вот здесь есть какое-то разочарование что это за информация было каким-то образом либо это связано знаете с ожиданием чего-то да что-то вы здесь ожидали либо может быть это даже из болезнью связано да то есть хотели как-то какое-то вот исцеление может быть вам предлагали не совсем какой-то традиционный метод лечению и вы как-то отгораживались защищались не совсем он вам был нужен как вы не согласны были а теперь может быть такое ощущение что время как-то упустила если это не связано со здоровьем то здесь вот какое-то ощущение того что вы как-то закрывались здесь возможно ситуация связана с тем что это долгое время происходило даже если это на работе да и вы вот от чего-то долгое время закрывались какая-то трансформация не происходило и потом вдруг неожиданно что-то случилось может быть вы вскрыли какую-то какой-то обман до узнали может быть вы ожидали что вас будут повышать допустим по карьерной лестнице а вдруг неожиданно последний момент как-то ваша кандидатура была отклонена но однозначно здесь какая-то информация которая вас потрясла и вам от этого стало больно хорошо и что с этой информацией а знаете здесь такое ощущение что все что не делается делается во благо да вам как будто бы это было больно вам было не совсем приятно здесь даже и подвох какой-то мог бы быть до предательства подстава какая-то могла бы даже на работе но вот такое ощущение что это вот во благо то здесь скрылась какая-то какая-то правда какая-то правда какая-то истина либо даже элементарно кто-то хотел как я уже сказала поехать в отпуск да и поездка сорвалась и вы как будто бы узнали что-то и вот то что вы узнали знаете такое вот ощущение что первичное идет вот этот боль неприятия а вторично ну как когда время прошло и вот эмоции как-то по утихли вы поняли что а так-то она наверно к лучшему здесь какая-то истина вскрылась по поводу либо дороги либо обучения либо вообще вашего движения продвижения по жизни хорошо и какой вам совет тут нужен здесь нужно действительно знаете такое чувство что не сожалеете не сожалеете о том что произошло по причине того что здесь должно было быть очищение и вот момент когда вы это проживаете вам кажется что это очень очень больно и это очень несправедливо но по факту вы как будто бы обросли тем что вам не нужно было и поэтому когда вы очищаетесь вам становится больно потому что вас как будто бы с корнем отдирают от кожи то что прилипло вот эти вот наростки и они уже не нужны но а поскольку они уже укоренились так глубоко внутри вас вы в момент когда вы дирают это вам становится очень больно но потом приходят очищение и обновление здесь нужно было избавиться как раз таки очиститься от того что было в прошлом здесь и эмоциональный план тоже присутствует возможно нужно было а знаете как-то вот очиститься от каких-то взглядов на жизнь до может быть каких-то убеждений здесь вот это очищение она не комфортно и очень болезненная и внезапная оно привело к тому что в дальнейшем у вас будет возможность какого-то нового выбора нового выбора определиться с чем-то то есть вам как будто бы будет дан новый шанс с чем здесь должны будете определиться вот видите новый шанс новая возможность у спиндакли а здесь вам просто нужно будет успокоиться да и спокойным как-то вот с чистым холодным умом рассмотреть заново пересмотреть эту ситуацию увидеть какой-то вот благостный исход и пойти в то новое новый шанс который вам дается да вот завершение вот этого грусти знаете иногда бывает так что вот вас кто-то вы допустим ожидали подъема по карьерной лестнице а вас кто-то подсидел и вы мало того что не поднялись наверх вы свою работу потеряли и вот здесь вот вы как будто бы очень сильно огорчаетесь по этому поводу но если вы сядете и разберетесь то вы увидите что на самом деле возможно когда-то давно я уже хотел сменить либо хотелось сменить эту работу и вот просто как будто бы тем ваши мысли они сейчас реализовались просто вы этого не ожидали возможно уже как-то забыли вот но ничего не уходит в никуда и не появляется из ниоткуда то есть вот здесь вот эти вот ваши мысли они пореализовали то ваше желание которое было давно и по сути вот у меня все равно идет вот это выражение да ниоткуда без добра то здесь должно было завершиться вот аркан сюда здесь должна была . быть поставлена то есть здесь как будто бы уже какого-то развития в этом не было рано или поздно она бы закончилась просто она закончилась не тогда когда вы ожидали вот этот вот единственный момент вот и можно у вас здесь возникает это ощущение что не вовремя но на самом деле все вовремя как бы это болезни он и не было пройдет период вы пересмотрите эту ситуацию и вы увидите что так оно было лучше то есть благодаря вот этой ситуации что-то другое входит вашу жизнь что-то не то чтобы лучшее но то что будет способствовать вашему дальнейшему движению совет пару что вам нужно сделать подумайте подумайте а с одной стороны о завершении и одновременно думайте что вот это вот завершение какие новые двери вам открывает подумайте не включая эмоции то есть если вам сейчас больно то не надо ни о чем думать да просто проживите эту ситуацию падите на самое дно в своем эмоциональном каком-то проживании то здесь не надо отказываться от эмоций нужно прожить их нужно пропустить через себя только не застревать потому что так или иначе десятка мечей она не даст вам застрять просто с четверки десятки достаточно большой путь вам нужно будет пройти но вы его пройдете вот когда вы успокоиться ваши эмоции вы сможете как говорится на свежую голову утром подумать и вы увидите что на самом-то деле и и хорошо и к лучшему потому что что-то новое еще здесь по тузу педакли самые счастливые везучие карты какой-то новый шанс какая-то новая возможность новое предложение появится вашей жизни не упустите эту возможность то есть не сокрушайтесь потому что уходит а взгляните на то что приходит то есть переместите свой акцент с того что ушло на то что вы сейчас имеете и что какие возможности вам открываются но для этого вам как будто бы надо еще немножко посидеть вот в этой в этом состоянии грусти и переживания на в котором вы находитесь то есть она тоже во благо так это у нас была вторая позиция мы с вами переходе позиции номер 3 зелененькому камешку троечки смотрим вас что нам здесь в потоке хотят сказать здесь идет у нас мечтания о каких-то переменах да возможно вы как-то общаетесь говорите рассказываете кому-то о том чтобы вы хотели чтобы в вашей жизни было что-то помимо того что уже есть то знаете здесь как будто бы вы такое чувство что у меня все есть и казалось бы надо сидеть и получать удовольствие от этого но вот какой-то вот внутреннее 7 10 20 чувство говорит что вишенки на тортике не хватает и вот это вот вишенка на тортике она может изменить во всю абсолютную жизнь главное чтобы ее нашли четко вы еще не понимаете что именно это такое но вот внутри какой-то зов какой-то отклик внутри вас на эту тему есть и вот вы об этом либо очень активно думаете сейчас либо с кем-то разговариваете на эту тему то есть ваша голова занята именно как я и сказала каким-то переворотом каким-то изменением возможно вы часто слышите что вам говорят что ты жиру бесишься да вот все у тебя есть уже сидела бы и у других и этого нет но вот это вот внутреннее ощущение того что что-то не достает вам то есть вы как будто бы понимаете что да то что я имею безусловно я над этим трудилась я старалась туда всегда бывает что-то у кого-то хуже и здесь вопрос не в том что вы не благодарны а здесь вопрос в том что есть какая-то внутренняя тревожность ваша до беспокойство не за будущее а вот знаете вот как когда есть ощущение как это недоделанной работы и вот вы понимаете что я не смогу отдохнуть я не смогу расслабиться вот пока not не дает спокойно пока я это не сделаю и вот здесь вот ощущение того что вы еще не понимаете что это внутри есть какое-то вот это вот беспокойство но как-то при формы пока у этого нету есть некая такая идея того что что-то я хотел бы изменить но если вас просить на данный момент чтобы вы хотели изменить вы не сможете это облачить форму и объяснить понятным доступным языком но вы понимаете что что-то должно измениться вашей жизни давайте попробуем что это такое посмотреть вот король педаклей знаете ощущение того что вы хотели бы получить вот какое-то такое знаете счастье но у меня крутится в голове как от какой-то стабильность то есть знаете вот хочется постоянного какого-то счастья но что это за счастье такое которое было бы стабильное здесь несчастье от денег и не несчастье от семьи а здесь вот какое-то такое состояние знаете вот когда босиком стоишь летом на земле а она такая прохладная но с другой стороны она такая мягкая она не твердая то есть эта земля вот которую только что вспахали и вот и понимаешь что вот этот вот холод он сменяется на тепло и ты начинаешь ощущать вот какую-то внутреннюю силу и вот это вот взаимодействие с землей она у тебя наполняет и вот это вот этот момент ты ощущаешь что вот понимаете есть какая-то связь землей есть связь с чем-то таким очень сильным мощным то что вас наполняет вот от этого наполнения вы ощущаете состояние счастья вот здесь вот примерно что-то такое должно быть то есть части которые вот у меня идет почему-то знаете какая-то шейхи в дубай да вроде бы деньги у них есть и семьи огромные и вот они понимают что вот у меня есть целая династия да есть финансы есть целая династия и вот они наслаждаются понимаете они как будто бы гордятся вот здесь ощущение того что я хочу гордиться чем-то чем вы тут хотите гордиться вот своим статусом императрица знаете вот как будто бы гордиться собой да вот своими какими-то достижениями но здесь не внешние атрибуты а вот хочется сказать самому себе я молодец вот кто молодец я молодец да вот я в жизни достиг каких-то высот вот для вас действительно достижение какого-то статуса это очень важно статуса в плане признания вот чтобы как будто бы признали ваши труды и признали ваши способности признали ваш вклад какой-то какие-то ваши идеи вот внутреннее удовлетворение самим собой и вот это вот как будто бы вас наполняет счастьем так что вы хотите здесь сменить вы хотите как будто бы получить новую возможность да вот шутка русский выпадает на как-то вот заново посмотреть на себя оценить себя по-новому ведь здесь паш держит педакли так даже не прикасаясь к нему как некое такое что-то такое драгоценное вот вы как будто бы хотите к самому себе к самой себе так относиться очень бережно как самое дорогое что есть вашей жизни знаете вот как будто бы а если мы говорим о статусе то и на какое такое детище ваше которое было очень важным значимым знаете вот как самый большой успех вашей жизни вот для кого-то успех да это вот именно родить ребенка для кого-то успех прям самый всей его жизни это написать книгу для кого-то например я не знаю создать колоду таро вот это вот какая-то гордость вот здесь вот ощущение того что вы как будто бы либо хотите найти это либо хотите сделать совершить какие-то шаги чтобы достичь этого чем вы хотите гордиться не знаю здесь вы думаете думаете пока вы еще не определились видите выпадает есть какие-то идеи но конкретные формы это еще не принимается здесь вот по пятерки жезла знаете вы какую-то вы рассматриваете одну и ту же ситуацию по-разному то есть а может быть это это какой-то подход но есть здесь идея по бажу кубков есть какая-то мысль есть какая-то мечта и вы очень хотели бы как будто бы ее реализовать и вот тогда какой-то ваш вот я говорю ваше детище она должно реализоваться и тогда вы почувствуете гордость я это сделаю то есть на этом книгу хотели я это написал создать не знаю тело своей какой-то мечты вот вы вкладываете вы работаете и вот вы смотрите в зеркало вы гордитесь то есть вы понимаете это какой это был труд сколько сил сколько времени вы вложили здесь вот это вот чувство гордости она меня не оставляет в покое мне прям такое знаете вот удовлетворение хорошо совет вам на что вам нужно посмотреть чтобы возможно это как-то найти на аркан повешенные чем он здесь здесь такое чувство что вот как будто бы все сухо это что вы ищете она идет от головы а вот вам как будто бы надо посмотреть на на ваши чувства обратить внимание на ваши эмоции возможно на свою интуицию но здесь скорее всего вот то что вы хотите она как-то придет к вам через эмоции через состояние вы как будто бы себя знаете вот сухие вот как земля сухая треснутая ей не хватает воды для того чтобы увлажнить вот у вас как будто бы мозг то на что вы опираетесь то как вы думаете он сухой сухая логика то есть вы рассматриваете разные варианты и здесь не хватает вот этого знаете наполнения ну к примеру вы хотите открыть свой спортзал вот и чисто логически начинаете рассуждать здесь вот вот этот вот орган должен стать здесь вот дорожка беговая ну то есть исходя из логики а такое ощущение что вот если бы вы больше опирались на свои внутренние ощущения вы бы поняли что а вот здесь вот не хватает я не знаю там элементарно какого-то специального освещения что порасслаблялись не знаю что то такое как-то вот по-другому украсить чего-то добавить вот здесь вам не мешало бы прислушиваться к своим ощущениям причем это может быть не только как интуиция а может быть ваше решение она придет тогда когда вы не знаю переключитесь на эмоции влюбитесь элементарно да либо поедете куда-то отдыхать будете в расслабленном состоянии так лежать например на берегу моря наслаждаться вдруг вам придет какая-то идея то есть не не нет головы здесь идет а именно по покупкам по состоянию души то на чем вы работаете здесь вам нужно уйти от трудоголизма от того формата вот как вы делаете каждый день одно и то же и одно и то же вот вам от этого нужно уйти здесь абсолютно другой подход нужен какой-то не то чтобы творческий а здесь вам не хватает энергии состояния вот видите здесь вам надо расширить как-то свою мечту свои свои какие-то планы цели делать их более масштабно может быть вы мыслите как-то слишком узко ну то есть не глобально здесь надо здесь расширение не хватает возможно расширение вашего сознания возможно что-то масштабировать как-то вам это дается пока очень трудно сложно вот вы должны дойти например до королевы педакли либо до аркана звезды а вы тройка а вы только на тройке педакли то есть только только начинаете строить берите шире берите шире берите больше берите масштабнее то есть знаете не не мыслите в категориях там опять таки если мы говорим просто по про спортзал что вот это вот спортзал там в районе например там я не знаю нашего города а вот представьте что если бы это было например сеть спортзалов дату вот как бы она выглядела как бы вы управляли на чтобы вы обращали внимание такое ощущение что вы здесь как будто бы переключите свое внимание есть что то что вы тут не видите солнце но вы не видите вот в том что вы делаете видите эмоции опять вы не видите четкую яркую картинку где вот вам не хватает радости от того что вы делаете счастье состояние не хватает понимаете вот этого когда я состояние индивидуальности когда я кайфую от того кто я есть уже то есть вот здесь масштабировать до что я уже победитель видите что у меня уже это есть возможно вам этого представления не хватает вы как будто бы знаете вот не верите я же говорила про состояние гордости вы здесь вы как будто бы не верите в себя а вам надо поверить наполнится этим состоянием и тогда возможно здесь знаете такое ощущение что у меня есть например там бюджет условно говоря 5000 вот я на 5000 как будто бы я должна это все рассчитать а вам не надо себя ограничивать бюджетом мечтаете масштабнее да там я не знаю на 100000 не будет некомфортно но вот именно вот этого состояния мечты она привнесет вам какие-то детали которые можно будет привнести вашу задумку и пускай она не будет стоить там на 100000 но вот чисто визуально может быть ее ценность значимость она будет такая возможно перспектива вы к этому придет здесь я не могу сказать здесь как будто бы касается что-то даже не столь профессиональные сферы как таковой до работы сколько вот этого вашего внутреннего ощущения совет вам ну вот девятка кубков наполняйтесь наполняйтесь удовольствием кайфуйте ощущаете эти эмоции здесь нужно будет идти другим путем видите прошлое нужно будет оставить позади то что вот какая-то сдержанность прошла была эмоциональная холодность вот это вот должно измениться ваш эмоциональный план должен измениться прекратите себя ограничивать вот и постоянно бесконечно балансировать сидите вперед да ну вот какая-то в состоянии открытости в состоянии доверия в состоянии вот это вот ощущение знаете какой-то любознательности детской до что вот а будет все окей а будет а как а как может быть еще по-другому здесь эмоции не хватаетесь очень много сухой логики здесь идет перекос поэтому вы вы опираетесь на свой опыт на свои знания то что вам нужно она из другой сферы одной сферы иррационального вам иррациональное здесь необходимо включить вот такая была у меня для вас и третья позиция прощаясь с вами напоминаю что в четверг будет прямой эфир приходите приглашаю подписывайтесь на мой новый канал всем пока пока